Здравствуйте, меня зовут Ревенко Наталья Анатольевна и сегодня я буду читать вам лекцию по факторам среды обитания и значению для здоровья и профилактики эколого-зависимых заболеваний у детей. Друзья, попрошу вас отметиться, те, кто есть на лекции в чате, и мы сегодня обсуждаем с вами экологию и ее влияние на человека. Экология – это наука, изучающая условия существования живых организмов, взаимосвязи между ними и средой, в которой они обитают, и взаимодействие. Термин «экология» – наука о местопитании от греческого слова «ойкос дом» и «локос наука» предложен немецким биологом Геккелем. Достаточно давно, это было в 1869 году. Окружающая среда и ее взаимодействие с организмом человека можно рассматривать достаточно разнообразно. Каждый раз, когда мы будем рассматривать какой-либо фактор, мы будем его рассматривать с двух сторон. Со стороны того, как этот фактор может влиять положительно и на здоровье, образующие функции организма, и каким образом этот же фактор при передозировке может снижать функциональное состояние, приводить к достаточно тяжелым заболеваниям или, в общем-то, даже смерти. Таким образом, у нас есть несколько вариантов или несколько позиций, из которых мы рассматриваем влияние окружающей среды. Это как укрепляющее здоровье, повышающие защитные силы организма и трудоспособность. В втором варианте – это ограничивающие виды жизнедеятельности. И третье – вызывающие заболевания или ухудшающие функциональное состояние организма. Причем каждый раз это, в общем-то, может быть один и тот же фактор, который может привести при различном дозировании к всем трем позициям, в зависимости от того, в каком виде он будет применен. В основе неблагоприятного воздействия окружающей среды лежит снижение неспецифической резистентности организма. Мы о неспецифической резистентности организма еще будем говорить с вами на практических занятиях. И при этом экологический фактор включен в формирование здоровья в значительной мере. Он 10-20% от всех факторов определяет уровень заболеваемости и влияет на показатели образа жизни. Мы с вами будем говорить о том, что неблагоприятная окружающая среда влияет не только сиюминутно, но и, в общем-то, будет приводить к одоленым последствиям мотогенным, гонадотоксическим и эмбриотоксическим факторам. То есть влиять на возникновение генетических заболеваний, влиять на формирование бесплодия и на формирование различных врожденных патологий у плода. В общем-то, факторов риска достаточно, их всего лишь 5 в основном. Мы формируем эти факторы риска по лисицыну. В 1987 году он их определил. И здесь наш раздел «Внешняя среда» занимает фактически пятую часть. Более 20%, 20-25%. Туда же в экологические факторы, вернее, в факторы, формирующие здоровье, входит образ жизни и условия жизни. Это занимает большую часть биологические, в том числе генетические факторы. Медицина и здравоохранение занимает наименьшее количество в этом распределении. Начнем мы с того с вами, что будем обсуждать экологическую грамотность и здоровье ребенка как один из основополагающих факторов влияния экологии. То есть для того, чтобы определить влияние окружающей среды и наше с ней взаимодействие на формирование здоровья, нам необходимо быть грамотными. И в этом случае педиатр играет ключевую роль в взаимоотношениях ребенка и окружающей среды. В том числе он должен быть требователен и к взаимоотношению матери и ребенка с окружающей средой. То есть саму экологическую грамотность – это знания в областях, связанных с поддержанием желательного состояния окружающей среды и предупреждением нежелательных явлений. Эту экологическую грамотность ребенку будет прививать не только вы, но и мама. Поэтому очень важно с педиатрией взаимодействие всех троих в этом процессе. Одним из примеров экологической грамотности может быть то, что мы с вами научились за период эпидемии COVID-19 мыть руки. И один из факторов для незаражения – это мытье рук. И здесь является одним из основополагающих. Экологическая грамотность – вот где она сыграла огромную роль. Экологические факторы разнообразны. И делятся они, классифицируются по характеру воздействий. Это прямодействующие, непосредственно влияющие на организм, главным образом на обмен веществ. И косвенно действующие, то есть опосредованно, через изменение прямодействующих факторов. Ну, например, рельеф приведет к тому, что изменится температура, осадки и так далее. А вот прямодействующие факторы могут быть по происхождению. Это абиотические факторы неживой природы. В них будут включены такие факторы, как климатические, годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха. Мы о них поговорим подробнее, поскольку Крым, как курорт, не может не давать знания по климатическим особенностям. И именно мы с вами, педиатры, имеем возможность получать от климатических факторов как пользу, так и вред именно в наших условиях, в условиях Крыма, эти факторы будут являться как положительными, так и отрицательными влиянием на различные органы и системы. Эдофические факторы или эдофагенные, опять-таки, происхождение у нас в латыни-вреческий язык, механический состав почвы, воздух, проницаемость почвы, кислотность и химический состав почвы, орографические факторы, рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция, химический, газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность, физический шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоемкость, радиоактивность, интенсивность, солнечное визучение. Сегодня мы достаточно подробно разберем и эти факторы. Ну и биотические – это те факторы, которые связаны с жизнедеятельностью живых организмов. Фитогенные, микогенные, зоогенные, микробиогенные, антропогенные. Ну и здесь они разделены на физические, химические, биологические и социальные тоже факторы. Таким образом, мы с вами получаем достаточно большой перечень экологических факторов. Часть из них мы успеем в течение лекции разобрать отдельно. Первый из биотических факторов или факторов неживой природы – мы будем разбирать климат. Сюда входит и годовая самотемпература, и среднегодовая температура, влажность, давление воздуха. Ну вот буквально вчера или сегодня я взяла погоду, которую мы все, конечно, иногда тщательно мониторируем для того, чтобы иметь такую экологическую грамотность, как правильно одеть ребенка, какие условия и как будут влиять на здоровье ребенка, метеофакторы. Мы все прекрасно знаем, что на самом деле эти прогнозы, они достаточно неточны, но тем не менее тщательно мониторируем. Те, кто в детском возрасте, это достаточно важно, поскольку дети находятся в школах, в детских садиках и так далее, где эти погодные факторы могут привести как к перегреванию, например, или переохлаждению. Метеорологическая зона комфорта для детского организма – это температура для раздетого человека в пределах 17,21,7 градусов, для одетого человека 16,7-27 градусов, относительная влажность воздуха около 50%, атмосферное давление – 750 мм ртутного столба и скорость ветра – 0,5 м в секунду. Помимо комфортной зоны мы имеем и такие метеорологические явления, как туман, пыльные бури, смерчи, которые могут непосредственно привести не только к заболеванию, но и гибели ребенка, поэтому их тоже следует учитывать в плане здоровья образующего фактора. Что же такое климат? Климат – это многолетний режим погоды, свойственный данной местности. А климатотерапия – это использование климатических факторов, особенностей климата в лечебных и профилактических целях. Очень актуальная тема для Крыма, для различных городов Крыма, каждый из которых имеет свой особый неповторимый климат. И, тем не менее, режим климатотерапии достаточно унифицирован для того, чтобы приезжие к нам понимали, что солнце, воздух и вода не сами по себе оказывают благоприятное действие, а имеют свой режим дозирования для оказания положительного действия на здоровье и также свои отрицательные стороны, вызывая осложнения и обострение заболеваний. Поэтому мы можем различать следующие виды климата. Континентальный равнин и морской, морей, островов, берегов, теплый, сухой, теплый, влажный, прохладный, сухой, леса, тайга, прохладный, влажный, тундра, климат гор, климат степей, теплый, сухой, в летнее время температура воздуха до 30-35 градусов, интенсивное и устойчивое солнечное излучение. Средиземноморский климат – это субтропический климат с мягкой зимой, температура редко бывает ниже нуля, с жарким и сухим летом. Конечно же, влияние оказывают благоприятные и неблагоприятные типы погоды, и вы должны понимать, что под благоприятным и неблагоприятным типом смены погоды и, в общем-то, подразумевается действительно классификация и следующие виды погоды. Первая – это малоизменчивая погода, она будет достаточно благоприятна. Вторая – это ясная погода с небольшими межсуточными колебаниями температуры воздуха до 2 градусов, атмосферного давления колебания до 4 милибар, парциальной плотности кислорода до 5 грамм на метр кубический, скорости ветра не более 3 метров в секунду. Это то, что не будет вызывать обострение различных заболеваний, и достаточно, особенно у тех, кто имеет часто и длительно болеющие дети, это дети с хроническими заболеваниями, в эти благоприятные типы погоды, нам не следует ожидать обострения и каких-либо осложнений. А вот следующие два типа погоды являются неблагоприятными для здоровья ребенка, и третье – это со значительными изменениями в течение суток, температуры воздуха до 4 градусов, атмосферного давления до 8 милибар, парциальной плотности кислорода до 2 грамм на метр кубический и более, скорости ветра до 9 метров в секунду. Ну и четвертый неблагоприятный тип, он более катастрофический, это с угроганами, ливнями и шпалистым ветром. Здесь, в общем-то, не только могут вызываться какие-то хронические заболевания, обострения, но, в общем-то, и привести к смертельному исходу. Есть такое понятие в погодообразующих функциях, как циклоны и антициклоны. Это перемена низкого давления и высокого давления. В зависимости от того, какой циклон или антициклон находится сейчас в зоне пребывания человека, меняется его артериальное давление, меняется частота сердечных сокращений, меняется дыхательная функция. Поэтому эти факторы, они тоже учитываются в здоровье, образующем влиянии погоды. Хотелось бы отметить, что в данной ситуации есть и сезонность. Она тоже относится и к температурному режиму, и влиянию циклонов, и антициклонов. И мы все прекрасно знаем, что у нас есть сезоны для обострения, даже сезонные заболевания, так называемые, которые будут... Мы будем предполагать наличие, ну, допустим, вирусной инфекции в осенний-зимний период. Ну, и так далее. То есть тепловой удар мы будем ожидать летом. То есть разные какие-то заболевания. Мы прекрасно знаем, в какой сезон чего ждать. Один из самых главных, самых больших и практически не исключаемых факторов, которые образуют климатический уровень погоды и являются основополагающим во влиянии на формирование здоровья. Это солнечное излучение. Солнечное излучение — это энергия электромагнитного излучения в диапазоне длины волн 290-300 нанометров. То есть солнечное излучение включает у нас ультрафиолетовое, инфракрасное и видимое излучение. Ультрафиолетовое излучение условно делится на ближнюю, дальнюю или вакуумную. Это ближнее 200-380 нанометров, дальнее 100-200 нанометров. Ближний диапазон, в свою очередь, подразделяется на коротко-среднее и длинноволновое ультрафиолетовое излучение. В основе физиологического действия солнечных лучей лежат различные фотохимические и фотофизические процессы, происходящие при поглощении энергии квантов действующего излучения. Гелиотерапия, а так называется у нас лечение солнцем, от греческого слова «гелиос», где на организм действует солнечная радиация. При дозировании солнечного излучения в детском возрасте мы должны понимать, что солнечная радиация может исходить непосредственно от солнца, то есть быть прямой, от небесного свода, рассеянной и от поверхности различных предметов, отражённой радиацией. В детском возрасте наиболее неблагоприятное влияние может оказывать именно непосредственно прямая гелиотерапия. И в общем-то в климатолечении детского возраста мы в основном планируем проводить рассеянную гелиотерапию, то есть когда имеем защиту от небесного свода. Солнечное излучение, его дозирование очень длительно и не просто изучалось. Как его позитивные факторы, это тепловой эффект, вегетативная регуляция и улучшение обменных процессов, улучшение иммунных реакций, нормализация деятельности важнейших физиологических систем, нормализация метаболических процессов, замедление развития атеросклероза. Здесь у нас витамин D, посредованный механизм, мы с вами о нём ещё поговорим. Ускорение заживления вялотекущих ран и язв, увеличение работоспособности человека, увеличение резистентности организма, гипосенсибилизирующее действие, совершенствование гомеостатических механизмов, лечение кожных заболеваний, в том числе это псориаз, один из, кстати, весьма эффективных методов действительно гелиотерапии для лечения псориаза, ускорение процессов дезинтоксикации, удаление токсина вредных продуктов обмена. Это то, что мы можем получить при положительном влиянии солнечного излучения. Но гелиотерапия имеет и свои побочные эффекты, и отрицательные действия. И здесь она влияет на центральную нервную систему, вызывая головную боль, повышенную утомляемость, увеличение температуры, тошноту, ожоги, тепловые удары, иммунодефицит, фотостарение кожи, рак кожи, вегетативные дисфункции, естественное влияние на сердечно-сосудистую систему и гиповитаминоз Д при недостатке солнечного излучения. Хотелось бы сказать, что одним из замечательных ученых, изучающих солнечное влияние на иммунитет, был профессор нашего университета Горлова Александр Александрович. Он убедительно доказал, что гелиотерапия, помимо своих позитивных свойств, при неправильном дозировании, при переизбытке, ведет к ярко выраженным иммунодефицитам у детей. И, в общем-то, одним из таких вот новаторов и основоположников того, что солнечное излучение является отрицательным, если его неправильно использовать, если будет избыток. И в этом случае детский организм будет у нас нарушение адаптационных процессов и иммунодефицит. И в этом случае мы должны, как врачи, четко понимать, что приезжая на курорт к нам, все полагают, что солнце, воздух и вода, они должны захватить все сразу за неделю, очень много. А мы, как педиатры, будем получать осложнения. И мы должны им объяснить, что избыточная ультрафиолетовая радиация не приведет к более высокому уровню здоровья, а что на самом деле будет достаточно большой перечень осложнений, которым приведет гелиотерапия и обострение хронических заболеваний. Очень широкое распространение на современном этапе получили исследования недостатка витамина D, которые раньше приводили только к нарушению костных обменов и рахит, так называемое, привели к заболеванию. То сейчас на современном этапе недостаток витамина D ведет к огромному перечню заболеваний, таких как рахит, астма, диабет, ревматоидный артрит, участвует рак груди, простаты, толстой кишки, бессонница, усталость, головные боли, депрессия, мышечные боли, рассеянный склероз, болезни сердца, гипертензия и метаболический синдром. Поэтому солнечное дозирование в данном случае будет способствовать тому, что не будет обострения этих заболеваний. И, в общем-то, один из методов профилактики данных заболеваний. Я вам сейчас представляю фактический рецепт климатолечения для детей в июне. То есть само солнечное излучение в санаторно-курортных учреждениях проводится совершенно дозированно. И при этом мы назначаем это, мы с вами говорили о том, что дети солнечные ванны проводятся рассеянной радиацией. И сейчас вы видите, каким образом проводится это лечение на пляже. То есть обязательно на весы. Дети не должны быть на открытом солнце. То есть прямая солнечная радиация нам не показана. Более того, солнечные ванны рассеянной радиацией назначаются при определенных температурных режимах. И есть такое понятие, как лечебные дозы. Они тоже дозируются. Каким образом дозируются эти лечебные дозы? Вы видите, что их достаточно вначале меньше. С каждым днем их количество увеличивается. для того, чтобы дети находились на пляжах и под навесами от 10-12 минут до 50-60 минут. Поскольку различные режимы, различные заболевания требуют своего времени, своей прописи, своего медленного, последовательного увеличения дозировок гелиотерапии. И это очень важно, поскольку при нарушении этих правил мы будем получать обострение заболевания, иммунодефицит или другие осложнения, которые я уже перечислила. В Евпатории была единственная биоклиматическая станция, которая проводила дозирование на Евпаторийском курорте, проводила дозирование всех климатических процедур, и в том числе гелиотерапии. Основателем этой биоклиматической станции был профессор Алексей Никитович Бойко. И он же ввел дозирование ультрафиолетовых лучей, солнечных ванн по колоражу, по количеству ультрафиолета. И убедительно доказал, что на самом деле гелиотерапия должна быть дозирована. И очень долго все санатории подчинялись режимным процедурам. Дети выходили на пляжи в течение определенного времени, в зависимости от того, как высоко стояло солнце, какая температура была, каким образом влиял ветер на погодообразующую функцию, на гелиотерапию. В зависимости от этого определялась длительность процедуры, которая была безопасна для данного конкретного ребенка с данным конкретным заболеванием и с данным конкретным режимом дозирования гелиотерапии. Биоклиматическая станция была единственным научно-практическим учреждением в СССР. Сейчас от этой биоклиматической станции осталось только здание, но она возрождается, потому что климатон никуда не девался, и гелиотерапия была и, надеюсь, достаточно длительно будет. Поэтому сейчас возрождаются те знания, которые достаточно успешно мы использовали много лет назад. Хотелось бы сказать о том, что солнце может привести к экстренным и неотложным состояниям, которые мы можем характеризовать как тепловой удар, то есть это воздействие высоких температур. И в этом случае тепловой удар мы с вами, что будем делать в этом случае? Поместим ребенка в прохладное место, уложим, голову покрыть пленкой, смоченной холодной водой, дать обильное прохладное питье. Мы можем физически охлаждать ребенка холодной водой, прохладной водой. И при ухудшении состояния ребенок должен быть госпитализирован. А вот переохлаждение, отморожение – это уже воздействие на ребенка низких температур. И здесь в этом случае мы доставим ребенка в теплое помещение, укутаем в теплое одеяло, будем согревать, давать горячее питье. Желательно теплая ванна в течение 30-45 минут с повышением температуры от 30 до 40 градусов. И если нет незначительного отморожения, мы можем растирать мягкой тканью или массировать периферии к центру, если нет пузырей, кожные покровы. Температурный режим продолжает и следующие наши процедуры, которые могут считаться неблагоприятными. Например, мы уже с вами обсуждали о том, что клевот неблагоприятен, когда высокий уровень колебания температур. И вот 8-10 градусов и выше колебание температурного режима будет являться неблагоприятным фактором. Хотелось бы сказать, что в условиях севера и условиях климатических низких температур человек, в общем-то, жить практически не может. Он приспосабливается. Есть у нас участки земли, где выживают только ученые, военные, те люди, которые имеют специальную подготовку и специальное оборудование. И в этих условиях жить невозможно. Это отрицательный вариант действия. Но хотелось вам сказать, что есть и положительное влияние температуры на здоровье. Мы научились этим пользоваться. Такие как саны, баун, баня, квеокамера. Это являются и лечебными факторами. Ну и в нашей педиатрии, конечно же, это закаливание. То есть это воздействие более низких температур последовательно, поскольку закаливание в детском возрасте это один из самых главных, самых эффективных методов лечения иммунодефицитов, транзиторных иммунодефицитов. Это дети с часто длительно болеющими заболеваниями. И в этом случае температура, последовательное снижение температуры будет являться для ребенка закаливающим фактором, то бишь повышать его резистентность. Напоминаю еще раз, что резистентность это способность ребенка не заболеть. Это его, так сказать, ограждение от возникновения острых респираторных заболеваний и других заболеваний. Еще один фактор, формирующий здоровье, это озон. На самом деле озон присутствует практически везде в нашей жизни и после грозы мы ощущаем такой вот легкий запах озона и это последнее, это полезное, небольшое количество озона. Но вот учеными было определено, что у нас появились такие озоновые дыры. Это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. И в этот момент проявляется ультрафиолетовое отрицательное действие большого количества ультрафиолета. И прорыв ультрафиолета в эти озоновые дыры он отрицательно сказывается на состоянии кожного покрова. У нас возрастает в случае меланомы, рака кожи. Крайне высокая температура воздуха с повышением уровня озона непосредственно приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно у детей и пожилых людей. Хотелось бы сказать, что в 1985 году была принята Венская конвекция о защите озонового слоя. В 1987 году создан Монреальский протокол, в котором перечислены самые вредные летучие вещества, появляющиеся в воздушном пространстве в результате человеческой деятельности. Странно-участницы обязали сократить выбросы этих веществ, а к началу XXI века полностью исключить. Я думаю, что вы все помните, когда речь шла о том, что нельзя пользоваться аэрозольным дезодорантом. Это как раз-таки один из тех вредоносных летучих веществ, которые, как считают зарубежные ученые, приводят к увеличению формирования озоновой дыры. Однако наши ученые, физики, доказали, что озоновая дыра – формирование их естественного происхождения и расширяется или изменяется эта озоновая дыра вне зависимости от человеческой антропогенной деятельности. И, в общем-то, они полагают, что венская конвекция о защите озонового слоя не имеет под собой физического обоснования. Поэтому есть такие два мнения по поводу формирования озоновой дыры и падения озона. Хотя, тем не менее, озон, который в большом количестве сформировался в воздухе, способен угрожать здоровью людей и даже повреждать растения. Поэтому допустимыми концентрациями озона считают 0,001 мг на литр озона. И даже, в общем-то, при высоком содержании озона ведут профилактические мероприятия. То есть при хорошем содержании ничего не делают, если измененное, частично плохое, ограничивают пребывание на открытом воздухе. При повышенной чувствительности и заболеваниях дыхательной системы, ну и если свыше 0,125, это избегать переохлаждения на открытом воздухе. Всем категориям населения есть такая рекомендация. И, как бы, в этом случае мы будем вести профилактику. Один из факторов излучения является радиацией. Биологическое действие радиации обусловлено высокой чувствительностью нуклеиновых кислот, которые могут разрушаться, что приводит к гибели клеток или возникновению мутации. Мы достаточно часто знаем о том, что радиационный слой в последнее время достаточно много было в мире событий, которые приводили к здоровью повреждающим факторам. Это авария на Чернобыльской АЭС, это события, происходящие в Японии, это влияние наших атомных станций. Хотелось бы сказать о том, что определенный уровень излучения несут и наши техногенные источники, повышая радиационный фон, ну, например, станции, слежения, космические станции или те же атомные станции повышают уровень радиации и медицинские источники. Это при длительном излучении. Часть радиационного излучения несет солнечное излучение. Хотелось бы сказать, что облучение, оно не только может быть внешним, но и внутренним. И при внутреннем облучении мы можем получать с водой, с пищей, с различными продуктами, радиационные элементы. И в этом случае большую роль играет дозозависимый эффект. То есть чем выше дозировка излучения, тем выше степень повреждения, получаемое человеком. И при этом у нас есть клиническая картина. Это вызывает у людей температуру, тошноту, рвоту, уменьшение кровяных клеток и жидкий стул, так называемые симптомы лучевой болезни. Органы системы с меньшей интенсивностью деления клеток претерпевают при облучении в основном дистрофические качественные изменения. Для зрительных органов лучевая катаракта, снижение иммунитета, склероз сосудов и генетические изменения. В отдаленном времени может быть рак или генетические изменения у потомка в зависимости от типа повреждения клетки, обычная или половая клетка. Вы прекрасно знаете о том, что повреждение идет и костного мозга, и при этом страдают кровообразующие функции. И это один из симптомов тяжелых проявлений лучевой болезни, которые мы диагностировали, например, у ликвидатора Чернобыльской АЭС. Допустимое облучение персонала получают и наши рентген-кабинеты, это рентгенологи и рентген-лаборанты. Причем дозы облучения при этом должны быть до 500 милибер. Получаем мы излучение и при перелете самолета, например, но если это длительное расстояние до 2400 километров, то облучение до 1 милибер. Если мы ежедневно смотрим телевизор, 3 часа, то при этом мы получаем 0,5 милибер облучения. То есть радиационный фон, он присутствует фактически везде, в обычном состоянии, но его передозировка здесь четко идет доза зависимости для того, чтобы вызвать хронические или острые нарушения в организме человека и быть здоровье повреждающим фактором. Мы практически не можем обойтись без атмосферного воздуха, мы не можем не дышать, и поэтому атмосферный воздух один из главных элементов, экологических элементов, который может привести как к патологии, так и, в общем-то, являться лечебным фактором. И мы с вами разберем патологический фактор, понятно, это содержание во вдыхаемом воздухе различных веществ. Ну вот я взяла такую выдержку из интернет-сайта, где симптомы, с которыми жители Армянска обращаются в местные поликлиники, проявляются в первую очередь у детей, ощущение жжения, кашель, затрудненное дыхание, одышка, боли в горле, в ротовой полости и в горле, появляются сильные налеты, язвы. Ну вот такая клиническая картина описывается при вдыхании веществ, находящихся в воздухе. Это техногенный такой вот вариант формирования патологического влияния воздуха на состояние здоровья ребенка. Тем не менее, пребывая в условиях местного климата, человек может поглощать и полезные вещества из воздуха. И воздух содержит достаточно большое количество полезных веществ. И человек, находясь в определенной климатической зоне, он как бы принимает воздушную ванну, которая может быть насыщена морской солью, фитонцидами из морских водорослей и хвойников, из других наземных растений, ионизирована ультрафиолетовыми лучами. И таким образом мы можем применять лечение воздухом, и называется это аэротерапией. На климатических курортах аэротерапия – один из разновидностей климатолечения, который тоже имеет дозозависимый эффект обязательно. И мы имеем вот такие вот даже мини-помещения аэрарии, где мы проводим круглосуточную аэротерапию. Вот внизу на рисунке вы можете видеть вот такой вот аэрарий в условиях климатического курорта, где можно круглосуточно получать аэротерапию, которая приведет к санации чуговой инфекции, повышению иммунитета и коррекции сердечно-сосудистой и вегетативной системы. Хотелось бы сказать, что в воздухе содержит кислород. И в зависимости от того, какой уровень кислорода содержится в воздухе, будет формироваться и погодные условия в том числе. Парциальная плотность кислорода по средним месяцам в зависимости от сезонов она вычисляется. Как ни странно, наименьшая плотность, парциальная плотность кислорода во вдыхаемом воздухе, ну допустим, в условиях курорта и в паторе, она в летние месяцы года. И вот в летние месяцы года при этом будут погоды гипоксические, гипотензивного типа. Они в теплые месяцы года. В этом случае при правильном дозировании в летние месяцы года это приведет к тому, что будет снижаться артериальное давление, будет снижаться частота сердечных сокращений. Существуют работы, в которых описано влияние гелиотерапии на сердечно-сосудистую систему именно в условиях летнего климатолечения с низким уровнем парциальной плотности кислорода. Летом по сравнению с зимой снижается количество, допустим, нарушений сердечного ритма. То есть мы будем говорить о том, что для некоторых заболеваний, например, вот той же артериальной гипертензии, где в этом случае важна парциальная плотность кислорода как погодообразующий фактор, предпочтение для курортного лечения в Крыму для пациентов мы будем обозначать в теплые или летние месяцы года. Или нарушение сердечного ритма, например, в детском возрасте. Мы будем рекомендовать здоровье сохраняющее лечение на курорте в летние месяцы года. И это очень важно для Крыма, поскольку в данной ситуации мы повысим уровень своего, ну, уровень правильного отношения к лечебным факторам. Мы должны знать о том, что они должны быть дозированными. Еще один из терминов, который будет связан с лечебным фактором воздуха, это аэроэонотерапия. Это тот метод физиотерапии, который основан на воздействии аэроэонов, электрически заряженных частиц воздуха на организм человека. Так вот, аэроэонотерапия, вот эти электрически заряженные частицы, они могут быть как естественные, так и искусственные. Естественная аэроэонотерапия, когда мы ее получаем? Мы ее получаем в момент прибоя водопад, фонтаны. Она служит частью метода климатотерапии. И пациентам при этом предписывается длительное пребывание в горах, вблизи водопадов, на берегу моря, во время прибоя или в других местах с чистым ионизированным воздухом. Для искусственной аэроэонизации используют специальные ионизаторы и есть физиотерапевтические установки, которые генерируют заряженные частицы, отрицательно заряженные частицы главным образом. Есть такая даже по названию российского ученого люстра Чижевского, которая является генератором отрицательных аэроэонов. И при этом мы оказываем положительное влияние на организм отрицательной аэроэонотерапии при заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нарушениях обмена веществ. Также может отмечаться улучшение кроветворения. Еще один метод использования в здоровье образующих технологиях воздуха. Это два следующих метода лечения и профилактики, как ингаляция. Это метод введения лекарственных средств, основанный на вдыхании газа, пара или дыма. Она может быть естественной на морских курортах в лесу и искусственной. И галлокамеры или соляные пещеры, спелеокамеры, галлотерапия или спелеотерапия. Названия они равнозначны и оба имеют место быть в медицинской практике. Это не медикаментозное лечение заболеваний человека путем его пребывания в помещении, воссоздающем условия микроклимата, природных пещер. Достаточно широко применяемая сейчас процедура на курортах, с успехом применяемая, поскольку простота воздействия и минимализация отрицательных факторов. А вы знаете, что на самом деле все наши усилия и лечебные факторы будут иметь и отрицательный эффект. То в этом случае галлотерапия имеет минимум отрицательных факторов и минимум противопоказаний, то бишь острых заболеваний, те, которые факторы не разрешены при применении этого метода лечения. Еще один абиотический фактор это вода, без которого человек в общем-то обойтись не может. И ежедневно для питья, для гигиены человеку необходимо от 20 до 50 литров воды. Вода является сейчас одним из главных факторов, которые мы считаем как профилактику, как лечение. В общем-то согласитесь, если вы вспомните любое заболевание, то вода будет являться одним из таких основополагающих лечебных факторов. Причем, будь то, ну допустим, островирусная инфекция, мы будем говорить пациенту в первую очередь, что он должен очень много пить, правильно дозировано пить. Дозировано пить. И есть тот факт, что вот сейчас идет увеличение сердечно-сосудистой патологии среди молодого возраста таких сложных заболеваний в очень раннем возрасте, как инфаркт, артериальная гипертензия. Здесь мы тоже будем пациентам советовать достаточно большое количество питьевой жидкости и говорить о том, что это будет являться профилактикой или одним из факторов профилактики этих заболеваний. Однако, помимо того, что вода является в общем-то и составом тела человека, и регулятором различных обменных процессов, мы можем получить и отрицательное влияние на состояние здоровья человека, потому что почти все загрязняющие вещества, которые попали первоначально в атмосферу, в конечном итоге оказываются на поверхности суши, оказываются в воде. И здесь мы можем получить в воде как ядовитые тяжелые металлы, свинец, ртуть, медь, ланадий, кобальт, никель, ну в общем-то и другие вещества, которые нитраты, то есть попадающие в воду при дождях, во время дождей или так далее. Конечно же, огромное количество загрязнений несет в себе антропогенные антропогенные факторы, то есть человек, влияющий на на состояние воды в данном случае добавляют в воду питьевое, обеззараживая, то есть вот то, что вода источник вирусных, микробных, паразитарных запаливаний абсолютно четко известна. И при этом мы пытаемся, пытаясь привести к тому, что вода станет безопасной для человека, вводим различные антисептические вещества, которые в свою очередь принесут с отложенным стартом заболевания человека. И в итоге, пытаясь провести профилактику, мы приведем вред человеку. При общении с человеком естественное загрязнение водоемов происходит, например, при разливе нефти, большого количества нефти при авариях танкеров и так далее. В общем-то, большое количество инфекционных заболеваний передается через воду. И вот связанные с инфекцией болезни ежегодно уносят примерно 6% всех случаев смертей в мире. Многие острые кишечные инфекции передаются через воду. Такие заболевания, как гепатит, бруцеллез, полиамиолит, лямблиоз и другие заболевания в общем-то, переносятся через воду, что тоже будет здоровье ограничивать. Содержание различных веществ в воде должно быть тоже достаточным. И один из самых распространенных требований к содержанию в воде это оптимальное содержание фторидов. Здесь в общем-то это содержание фторида в воде внесено даже в глобальной цели ВОЗ по улучшению стоматологического здоровья. То есть оптимальное содержание фторида в воде это профилактика кариес и обозначено его содержание для того, чтобы вести профилактику стоматологических заболеваний. Лечебными факторами на курорте могут становиться минеральные воды. их лечебный эффект основан на неспецифическом и специфическом действии воды минеральных веществ которые содержат эти вода которые содержат эта вода развитие различных температурных влияний PH воды и они ведут к тому что меняют метаболические процессы и гормональные процессы в организме. Минеральные воды можно применять внутренние у нас для этого есть и бутилированные воды разливные но и вы все прекрасно знаете курорты в которых минеральная вода будет являться одним из основополагающих лечебных факторов это очень важно в лечении таких заболеваний как заболевания желудочно-кишечного тракта обменные процессы заболевания сердечно-сосудистой системы влияет на формирование минерального обмена минеральной воды и при заболеваниях костно-мышечной системы помимо того что минеральная вода может употребляться внутрь мы можем проводить различные больные лечения так называемые с этими минеральными водами применяя их в ваннах в душах и приводя к тому что мы будем корректировать сердечно-сосудистые заболевания иммунитет метаболические процессы и так далее тем не менее лечебные лечебные минеральные воды несут за собой и эпизоды эпизоды побочных эффектов и развитие осложнений поскольку большая минерализация большая жесткость воды нарушение кислотно-щелочного основания при различных заболеваниях может привести ну например к таким заболеваниям как желчнокаменная почечная каменная болезнь при неправильном употреблении температурной температурного режима или неправильном дозировании неправильном выпоре воды мы не приведем к лечебному эффекту а получим обострение заболевания в большинстве своем это заболевания желудочно-кишечного тракта почечной патологии вот в почечной патологии приведу такой пример как почечная каменная болезнь где содержание минералов правильность приема температурный режим ИПН выпиваемой воды будет обязателен поскольку его определение будет обязательным поскольку в этом случае в зависимости от того какие минералы оседают в почках будет назначена и минеральная вода если врач ошибся с выбором воды то он ухудшит состояние и получит обострение обострение этой болезни обострение заболевания конечно же нельзя не сказать о одном из самых чудесных методов лечения водой это таласотерапия мы повторюсь живем в Крыму и таласотерапия это разновидность климатотерапии в виде лечения морским климатом и купаниями она тоже дозируется дозируется очень строго поскольку именно таласотерапия вызывает неправильная таласотерапия с нарушением температурного режима с нарушением режима волнения моря с нарушением режима воздуха при таласотерапии с нарушением длительности проведения этой процедуры будет являться одним из самых главных повреждающих факторов поэтому в данной ситуации я пытаюсь привести в пример вам пропись которую каждый врач климатолог будет писать для каждого ребенка с определенным заболеванием для того чтобы не вызвать обострение заболевания для того чтобы не навредить для того чтобы чудесная процедура купания которая приносит удовольствие которая является вегетокорригирующей которая будет являться одной из лучших профилактических мер при заболеваниях костей и суставов при заболеваниях вегетативной нервной системы будет являться иммуномодулирующей терапией не превратилась в повреждающий фактор именно таласотерапия будет одним из самых главных факторов ведущих к транзиторным иммунодефицитам детском возрасте неправильная таласотерапия то есть когда мы ребенка окунаем в холодную воду когда не дозируем время пребывания его воды когда не соблюдаем период адаптации в которой ребенок должен находиться заранее в этом случае мы получим осложнение и пневмонию вплоть до пневмонии когда эта таласотерапия превращается в повреждающий фактор должна буду вас познакомить еще с одним чудесным фактором лечения который доступен у нас в Крыму который достаточно распространен у нас в Крыму это рапа лечения что такое рапа это солевой раствор с содержанием солей 120-180 грамм децимметр кубический и этот рассол солевой раствор содержит не только хлор но и бром магний и другие элементы их достаточно много и он может быть лечебным фактором сейчас вы видите на картинках озера которые в августе месяце имеют особенности это вот наши озера Крыма в связи с чем связано такое интересное чудесное окрашивание этих озер солевых озер содержащих рапу вы видите вот на озеро Майнаки даже в общем-то солевые наслоения то есть озеро подсыхает вот видна соль она будет являться лечебной поскольку в этом озере обитает водоросль Дуналелла Солярис которая во время избыточной вот такой вот августовской инсоляции начинает размножаться и вот этот оранжевый цвет это высокое содержание витамина Е вы знаете он такой оранжевый маслянистый оттенок несет и этот витамин Е как вы прекрасно понимаете является фактором который ну в первую очередь конечно же используют наши косметологи они в первую очередь подхватили идею использования витамина Е при различных в различных ваннах масках и так далее то есть эти солевые растворы содержание вот эта розовая соль очень широко распространена в косметологии но она является лечебным фактором для дыхательных заболеваний один из чудесных факторов для лечения орзопедической патологии поскольку гиперконцентрированный рапной раствор будет являться одним из лучших факторов улучшающих микроциркуляцию улучшающих и циркуляцию крови вот и озеро Сосексиваш в период максимального образования розовой соли вы видите эти озера могут быть розовыми в период размножения Дуналелла Солярис в этот момент действительно вода будет становиться лечебным фактором тем не менее имеются и свои противопоказания для раболечения люди имеющие сердечно-сосудистую патологию высокое артериальное давление могут получить обострение поэтому в данной ситуации раполечение тоже должно быть дозированным мы не должны получить избыточную инсоляцию и избыточное количество этого фактора для того чтобы вызвать обострение сердечно-сосудистой патологии которая может быть у пациента следующие абиотические факторы о которых я хотела бы поговорить с вами это орографические экологические факторы о чем пойдет речь от греческого ора с гора и графа пишу это факторы рельеф высота над уровнем моря крутизна и экспозиция склона начну наверное с отрицательного влияния экологического фактора лавины оползни сели это все факторы которые будут нести вред здоровью и будут являться здоровью повреждающими факторами это если брать отрицательную сторону орографических экологических факторов хотелось бы сказать о том что с поднятием горы повышается температура повышается температура снижается температура 0,5-0,7 градусов осадки влажность воздуха изменяется освещенность и состав света вы прекрасно знаете о том что изменяется и содержание кислорода то есть высокогорные высокогорные походы туризм он сопровождается тем что прохождение маршрутов сопровождается не отодневные походы а эпизодами адаптации то есть адаптации к меняющимся климатическим условиям хотелось бы сказать что в орографических экологических факторах входят два метода лечения которые доступны нам в Крыму это ландшафт атерапия поскольку в горах будет чудесная чудесные зоны отдыха красивые уголки и окружающий ландшафт оказывает положительное воздействие на биологические ритмы и обладает выраженным оздоровительным фактором нельзя отрицать того факта что долгожители в нашей стране это жители все-таки горных районов возможно здесь играет роль не только ландшафта конечно терапия и не только орографический экологический фактор но еще и состояние генетических моментов это образ жизни питания и другие факторы но и отрицать полностью этот фактор в составе длительного здорового здорового вот такого образа жизни у жителей горных регионов достаточно длительным количеством лет проживания и высоким уровнем здоровья нельзя еще один метод лечения который мы используем в Крыму это теренкур что такое теренкур здесь у нас уже французский французское происхождение слова терен местности курс лечения здесь это метод ходьбы метод ходьбы вот такие вот дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок восхождение в гористой местности по определенным размеченным маршрутам и у нас в Крыму есть тропы теренкура хочу вам еще раз подчеркнуть что лечебный метод теренкур он предполагает перепад высот это самое главное в чем его отличие просто от ходьбы то есть в этом случае ребенок должен идти по дороге которая дозирована предусматривает перепад высот у нас есть тропы которые даже обозначены врачебным вот именем например Боткинская тропа и еще именем одного из врачей Штангеева в Ялте это тропы для осуществления теренкура хочу вам сказать что конечно же Боткин и Штангеев никакого отношения к этим тропам не имеют хотя они оба вложили огромное оказали огромное влияние на формирование климата лечения в Крыму Боткин занимался туберкулезом в Крыму то есть он признавал лечебные лечебные факторы Крыма лечебные климатические факторы Крыма и поэтому в общем-то тропа с перепадом высот с грамотным подбором как бы физической нагрузки является названа его именем только в связи с его предыдущими заслугами по лечению по использованию климатических факторов Крыма ну вот вы видите внизу слева фотографии части Боткинской тропы это даже в общем-то эпизод Штангеевской тропы она сочетает в себе не только теренкор но и ландшафт терапию там очень-очень красиво и лечебный фактор в этом случае идет неофпарим перейдем к следующему абиотическому фактору звук который влияет в общем-то и положительно на здоровье ребенка так и отрицательно мы не можем изолироваться от звука при полном отсутствии звука в течение долгого времени будет даже разрушение психики но при этом звук несет в себе и достаточно большое количество отрицательных здоровье здоровье повреждающих факторов так звук это механическое колебание внешней среды под воздействием некоторых упругих волн которые распространяются в газах в жидких и твердых телах и воспринимаются слуховым аппаратом животного человека от 16 до 20 тысяч колебаний в секунду колебания большей частоты называется ультразвуком меньше инфразвуком инфразвук очень интересен поскольку он не слышен нашим ухом и это волны низкой частоты менее 16 герц инфразвук сопровождает нас всегда и это шум волн это шум леса это из позитивных влияний инфразвука а вот инфразвук сопровождает такие явления как выстрелы взрывы грозовые разряды и так далее и сопровождает землетрясения стихийные бедствия мы слышим инфразвук когда можем прогнозировать например цунами кроме того биологическое действие инфразвука появляется если частота волны совпадает с так называемым альфа-ритмом головного мозга и это может вызвать у человека достаточно серьезные заболевания частота нашего собственного вестибулярного аппарата она приблизительно 6 гигагерц поэтому неприятные ощущения мы получаем в результате влияния инфразвука при езде на автобусе в поезде даже при качении на качелях в самолете и так далее а вот ультразвук это волны высокой частоты более 20 килогерц ультразвук его исследование давно достаточно проводится и практическое использование в науке и технике и медицине в общем-то сравнительно как бы недавно произошло мы все прекрасно понимаем что влияние ультразвука оказывает и во время проведения диагностических процедур это ультразвуковые исследования и влияние ультразвука в лечебных целях мы можем проводить физиотерапевтический метод лечения ультразвуком причем влияет не только ультразвук при помощи ультразвука мы можем вводить и лекарственные препараты такие как например гормональную терапию проводить и ультразвук в этом случае обладает высоким противовоспалительным эффектом и помогает вести как профилактику здоровьесберегающую технологию конечно же хотелось бы сказать о том что сейчас идут большие исследования по поводу влияния ультразвука и так называемой технологии дельфинотерапии в этом случае мы исследуем не только влияние ультразвука на психическое состояние мы исследовали влияние ультразвука на нейротрофины так называемые головного мозга на гормональную терапию на гормональное состояние на иммунитет ребенка и ультразвук дельфинотерапии то есть лечение дельфинотерапии ну и в том числе ультразвуковая терапия оказывает лечебное действие у детей с ДЦП аутизмом синдромом дауна нейросенсорной тугоухости нарушением обмена веществ проводит реабилитацию после психологических травм и здесь уникальная способность дельфинов и с их ультразвуковой терапией оказывает в общем-то психостимулирующий и психоседативный эффект оказывает иммуномодулирующий эффект оказывает сердечно-сосудистое положительное действие оказывает влияние на состояние головного мозга то есть достаточно большой широкий спектр влияний позитивных на здоровье ребенка следующий положительное влияние фактора природы это формирование здоровья детей звуками как природы это звукотерапия мы можем слушать успокаивающий лес шум прибоя вы все прекрасно знаете насколько на самом деле шум моря будет являться успокаивающим в общем-то даже объяснять в этом случае ничего не нужно поскольку вы все прекрасно осведомлены о том как морские морские звуки влияют успокаивающе на на человека и хотелось бы сказать о том что у нас есть не только естественные звуки но и современным методом является музыкотерапия музыкотерапия это психотерапевтический метод использующий музыку в качестве лечебного средства она показана детям особенно в общем-то она показана всем музыкотерапия но особенно эффективна и особенно она сейчас распространена среди медицинских методик с детям с аутизмом ДЦП детям с нарушением психики и здесь музыкотерапия будет являться одним из ну одним не то чтобы из главных но во всяком случае значимых составляющих в реабилитационной терапии и в здоровье восстанавливающей технологии хотелось бы сказать о том что шум и вот шум в виде музыкотерапии может быть противопоказанным и здесь есть но редкие противопоказания это гипертензионно-гидроцефальный синдром судорожный синдром с обострениями детям в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и больным острым акидом с выраженным болевым синдромом здесь музыкотерапия противопоказана шум который может вслиться в громкие звуки в такой вот нестройный аккорд это одно из самых главных факторов городской среды которая несет нам повреждающий фактор и может вызывать поражать слуховой аппарат нервные центры вызывать болевые ощущения и шок шумовое загрязнение несет определенный уровень таких симптомов как головная боль как усталость как головокружение повреждать и пищеварительную систему и нервную систему и болезни сердца уровень звука в 20-30 дБ практически безвреден для человека допустимая граница приблизительно это 80 дБ звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение а в 150 становится для него непереносимым вызывая многочисленные изменения всех перенесенных анализаторов и в том числе вестибулярного и снижение и снижение слуха поэтому в городских условиях мы пытаемся провести профилактику шумового повреждения это как бы шумоизолирующие это специальные шумоизолирующие технологии которые рекомендованы в техногенных городах в столицах там где шум является одним из самых главных ну один из таких высоких и значимых повреждающих факторов перейдем к следующему природному фактору такие как биоритмы биоритмы вообще известны достаточно давно их достаточно большое количество и в любом нашем окружающем мире существует повторяемость повторяемость с различными интервалами времени вот известны такие вот ритмические процессы в организме которые мы исследуем практически каждый раз на приеме у ребенка это ритмы работы сердца дыхание ну вот биоэлектрической активности это реже понятно исследуется но артериальная давление еще на у нас которые мы можем не только исследовать ритмически и четко отмечать что ритм частоты работы сердца например подвержен суточному режиму здоровье сберегающих технологий это достаточно интересная тема ну вот о чем я сейчас говорю это о том что допустим частота сердечных сокращений более высокая днем когда активно симпатоадреналовая система и частота сердечных сокращений снижается ночью когда у нас наступает царство так называемое вагуса то есть преобладают вагусные влияния на частоту сердечных сокращений то есть ночью она снижается и должна частота сердечных сокращений артериальное давление снижаться от 10 до 20 процентов в этот момент происходит так называемые репаративные процессы сердечно-сосудистой системы и биологические ритмы они очень важны поскольку влияют на не только на формирование здорового сна в этом случае они в это время восстанавливают различные нарушения сердечно-сосудистой системе ночью в этот ночью в момент сна ваш сон снижение артериального давления снижение частоты сердечных сокращений является фактором отдыха этих систем от достаточно интенсивной работы днем когда они активированы симпато-адреналовой системой и изменение этих физиологических процессов этих биоритмов приведет к тому что активация в ночное время сердечно-сосудистой системы например и артериального давления приведет к формированию тахикардии приведет к формированию артериальной гипертензии мы должны понимать что здоровый ребенок должен спать взрослый здоровый ребенок должен спать 8 часов и в это время снижается частота сердечных сокращений вот на данном слайде у нас представлены методики которые биоритмически определяют различные показатели внизу это электроэнцефалограмма ну вот мальчик не надет на него шапочка но на самом деле есть суточная электроэнцефалография то есть потенциалы мозга суточные мы определяем и видим каким образом происходят его изменения в ночной период времени в дневной период времени при физической нагрузке и другое вверху вы видите такое заключение по формированию артериального давления суточное вы видите как снижается артериальное давление ночью и частота сердечных сокращений здесь очень четко видно провал формируемый в ночное время в момент когда это требуется это вот нормальная такой вот записи артериального давления а слева представлен пациент с записью то есть то как мы проводим исследование сердечно-сосудистых параметров здесь артериальное давление вы видите манжетку на руке у мальчика и электрокардиография вы видите электроды прикрепленные к ребенку и аппарат сам висящий в сумочке который регистрирует показатели электрокардиограммы и артериального давления для того чтобы оценить именно биоритмологическую взаимосвязь у ребенка и формирование на его здоровье отмечу еще раз что во время сна ребенка формируется определенный биоритмологический профиль здоровья который нарушать ни в коем случае нельзя новорожденный ребенок он меняется да у нас сон биоритмология ребенка меняется она формируется со временем и если сон ребенка новорожденного это его генетически запрограммированный вариант биоритмологии то в более старшем возрасте в подростковом возрасте нарушение сна может быть не только при заболеваниях различных ну и при антропогенных таких факторах как компьютерное занятие я так думаю что вот эти биоритмологические нарушения они присутствуют и в вашей жизни когда вы продолжаете учиться в ночной период они несут к себе огромное количество повреждающих факторов мы с вами обсудили что ночью должно снижаться артериальное давление ночью должна снижаться частота сердечных сокращений это те факторы сердечно-сосудистой системы которые нарушаются в момент когда ребенок не спит и вовремя не ложится причем дети с артериальной гипертензией например если здоровый ребенок уже взрослый в подростковом возрасте должен спать 8 часов то ребенок с артериальной гипертензией допустим должен спать 9 часов то есть тот ребенок который имеет хроническую какую-либо патологию вот и еще во время сна хотелось бы поговорить о гормонах ведь ночь это большая такая вот лаборатория беретмологическая с определением гормонального статуса ночью вы знаете мы все прекрасно мы растем поэтому ночью повышается уровень самототропного гормона ночью повышается уровень пролактина пролактин является гормоном адаптации пролактин один из тех гормонов который формирует стресс и вот если мы ночью не спим то уровень пролактина он растет очень высоко он выделяется ночью он считает что для него стресс для организма наступила какая-то критическая ситуация и при этом пролактин формирует уже нарушения во многих системах он такой дирижер подспудный то есть мы его знаем как процесс выделения молока у женщины он регулирует но тем не менее в подростковом возрасте нарушение сна приведет к тому что у ребенка будет формироваться и сердечно-сосудистая патология и нарушение костной патологии и нарушение вегетативной нервной системы и нарушение центральной нервной системы и самое главное пролактин будет являться дирижером наших с вами половых гормонов и его высокий уровень приведет к тому что будет такой вот шторм в половых гормонах ведь у него стресс он должен руководить и он неправильно руководит он вызывает дисбаланс гормональной активности что в конце концов приведет с двух сторон то есть две таких основополагающих фактора во-первых вегетативным проявлением в подростковом возрасте вот эта подростковая дисфункция а во-вторых он может привести к тому что нарушается половое формирование полового равновесия равновесия половых гормонов нарушается вот этот процесс полового созревания ребенка в подростковом возрасте и в конце концов мы с вами в дальнейшем будем получать как бесплодие так и всякие патологии беременности и родов в связи с тем что было вот такое вот нарушение беретмологии и это будет в том числе влиять на все эти процессы то есть вот такой вот фактор здоровьесберегающей технологии хотелось бы поговорить о том что ночью конечно же это еще царство еще одного гормона мелатонина который должен уравновесить и сердечно-сосудистую систему и нервную систему и половые гормоны и в этом случае вот эти вот процессы адаптации мелатонин проводит только в том случае уравновешивая только в том случае если он превращен из гормона предшественника серотонина чей уровень должен упасть потому что серотонин как раз таки является гормоном активатором гормоном удовольствия гормоном который повышает частоту сердечных сокращений и активность нервной системы и приводит и нарушение сна в этом случае приведет к тому что серотонин не превратится в мелатонин и мелатонин не осуществит свои полезные защитные функции для всех органов и систем во время нарушения сна повышаются такие гормоны как адреналин и кортизол которые тоже будут являться нарушением адаптации причем эти гормоны уже в большей степени будут участвовать и в иммунодефицитах дети которые не спят которые нарушены у которых нарушен биоритмологический профиль будут часто болеть будут плохо обучаться будут иметь сердечно-сосудистые осложнения и при наличии какой-либо хронической патологии частота обострений при нарушении формирования вот этих гормонов адаптации и вот биоритмологических нарушениях когда ночью они должны образовываться в этом случае мы будем получать и количество обострений более выраженное и мы будем получать более тяжелое патологическое течение заболевания поскольку будут формироваться предпосылки для этих процессов непосредственно участие в этих процессах принимает участие гипоталамус который регулирует посредством релизинг-факторов тропные функции эндокринных органов и они тоже все подвержены вот этим суточным ритмам все вы прекрасно знаете что помимо суточных ритмов существуют еще и различные минимальные ритмы которые допустим ну несколькочасовые ритмы различные другие да то есть могут формироваться недельный ритм но недельный ритм это больше человеческий фактор то есть вот мы привыкли к тому что у нас пять дней учеба да суббота воскресенье выходные такие себе формирования ритма и когда мы начинаем когда мы начинаем выполнять какие-то рабочие факторы воскресенья мы сбиваем действительно биоритмологию организма который требует отдыха и в этом случае получаем какие-либо либо осложнения либо формирование иммунодефицита ну и конечно же утомляемость синдром хронической усталости это в том числе и вот такие себе биоритмологические такие биоритмологические нарушения ярким формированием ярким таким процессом биоритмологии могут служить конечно же и сезоны у нас с вами да мы уже с вами говорили о климате и сезонности и о том что допустим в летние сезоны это повышенный уровень инсоляции еще хотелось бы сказать о том что биоритмология будет влиять и на процессы допустим лекарственной терапии у нас есть с вами и хронобиология хронофармакология то есть прием допустим таких препаратов которые блокируют симпатодреналовую систему это препараты бета-адреноблокаторы например мы предпочтем назначить нашим пациентам утром поскольку в это время у нас утром царство симпатодреналовой системы повышается именно активности рецепторов и в момент когда мы заблокируем избыточную вот такую симпатодреналовую активность мы получим наивысший лекарственный эффект хочу сказать что процессы сна мы можем регулировать искусственно и в этом случае мы можем применять вот такой вот лекарственный не лекарственный прошу прощения а физический фактор как использование токов низкой частоты прямоугольной формы в данном случае мы можем привести к тому что будет генерироваться так называемый полезный сон мы можем регулировать функцию нейрогипофиза аденогипофиза гипоталамуса и центральной нервной системы и приводить к нормализации не только сна это в это время как мы уже сказали с вами во время сна происходит нормализация работы всех органов и систем и снижается допустим очень эффективно данные методы лечения при курсах при сердечно-сосудистой системе при эндокринологических заболеваниях то есть мы с вами формируем правильный биоритм в течение 40 минут при проведении вот такой лечебной процедуры биоритмологические процессы они разнообразные и экологические факторы их достаточно много возможно я не на всех остановилась на этой лекции но возможно те которые не успела осветить за время своей краткосрочной лекции все эти знания вы получите на практическом занятии и это будет вам помогать в вашей дальнейшей деятельности благодарю за внимание до новых до новых депутатов и до новых Продолжение следует...